Савченко Эльвира, город Черняховск, гимназия 2, 8-й Б-класс. Лев Карелик. О красоте. Красота. Как различным бывают понятия о ней. Одна женщина, сфотографировавшись, требует нарисовать на ящике мушку для красоты. Другая, летом, в самую жару, желает сфотографироваться с черным буркой на шее и больше всего переживает, чтобы леса хорошо получилась. Ну, заретуширует фотограф морщинки, уберет второй подбородок, и человек доволен. Вот теперь, говорит, я похож на себя. Люди, конечно, разные приходят к фотографу. Вернее, вначале они не приходят, ходить они еще не умеют. Их приносят, упакованных в одеяльце. Вот лежит перед фотоаппаратом новый гражданин. Мама, гремя погремушкой, танцует первобытный танец. Папа теряет до речи, начинает лаять. Фотограф тоже впадает в детство, кукарекает. Подумать только, сколько разных ребятней проходит перед объективом фотографа. Курносые, вихрастые, уже с измысства мечтающие о красоте жизни. И маленький Петька, сын Трушиных, тоже мечтал. Мечтал стать фотографом. Он прибегал к нашему фотографу, соседу Сергею Ивановичу, и говорил. Дядь Сереж, а я фотографом буду. Фотограф тоже смелым должен быть. Сидишь один в темной комнате. Прошли годы. Петька прибегал к Сергею Ивановичу, уже одержимым фотографом, в пионерском галстуке и с неразличным фотоаппаратом в руках. Дядь Сереж, а какую поставить выдержку? Дядь Сереж, а какая нужна диафрагма? Сколько вечеров они просиживали вместе, проявляя Петькины снимки. Ну вот, июнь месяц, год сорок первый. Трое суток Петьки не было дома. Он делал снимки отъезжающих на фронт. На четвертый день прибегает Петька уже в солдатской гимнастерке. Дядя Сережа, рядовой Трушин, прощаться пришел. Одна к вам просьба. Там у вас моя фотография есть. Так вы ее тоже передайте. Только сделайте, чтобы снимок, ну, красивее был. Но, стало быть, подровняйте. Веснушки, стало быть, с тела, сказал Сергей Иванович. Самым красивым на свете сделаю. Тут голос Сергей Ивановича дрогнул. Ну, ну, Дядь Сереж, так не годится. Скажите, какая сейчас нужна выдержка? Сергей Иванович снял со стены свой старый фэт и повесил Петьки на шею. Петьки на губы запрыгали, забеспокоились. Ну, товарищ Трушин, выдержка сейчас, какая нужна? Долгие месяцы мы просматривали каждую свежую газету. Каждую напечатанную фотографию с фронта. Под многими снимками стояла подпись рядового П. Трушина. Однажды вечером Сергею Ивановичу принесли маленький солдатский сверток. Разорвав шнурок, развернув материю, он увидел потертый футляр своего файда. Повернул затвор фотоаппарата, в нем находилась последняя Петькина пленка. Я не знаю, сколько делилось в молчании. Достал Сергея Ивановича фотографию Петьки, вспомнил прощальный с ним разговор и подумал, что не выполнил его просьбу. Не заретушировал веснушки, не подровнял курнос и нос. Туша долго смотрела на фотографию и сказала, «Какой красивый человек!» Этой ночью мы все проявляли последнюю пленку рядового Трушина. Кадр за кадром оживала жизнь мерзлых траншей и горящих селений. Оживали бессмертные подвиги. Теперь, когда вновь просматриваем эти фотографии, мы думаем, «Как же нужно сегодня жить, любить, работать!» Я иду по нашему городу. В руках у меня мой фотоаппарат. И я не могу не фотографировать ясноглазую молодость, продолжающие большие дела. Я знаю, эти фотографии больше любых слов расскажут о людях, которые строят жизнь. О планах, которые вершат эти необычайно красивые люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова